привет всем творческим людям вот наш ультрабокс и сейчас я покажу его распаковочку чтобы узнать что там внутри и какие инструменты и материалы для чего нам понадобятся поехали самый волшебный момент и приятный во всех посылках это открытие коробочки открываем и что мы видим первое это емкость для воды мы ее наполняем по возможности можно взять еще один стаканчик потому что хорошо бы чтобы вода была всегда чистая либо почаще менять этот воду набрали дальше у нас здесь есть два вида бумаги есть хлопковая она подписанная это для более сложных работ и работ с водой на каждом уроке вы будете понимать какая вам нужна бумага хлопковая бумага размером чуть чуть поменьше и бумага целлюлоза вот она это обычная акварельная целлюлоза которая не выдерживает большого количества воды в отличие от предыдущего хлопка здесь запаса бумаги вам хватит на все работы и даже еще на ваши какие-то творческие фантазии дальше то без чего невозможен творческий процесс это набор акварельных красок санет здесь 24 цвета я дальше в процессе видео покажу вам как правильно делать выкраску чтобы вы не терялись и сразу же понимали какой вам цвет нужен сейчас будет в картине для удобства расскажу как правильно выкрашивать краски дальше у нас идет набор кисточек и карандашей кисточки с деревянной ручкой вот такие три это синтетика разных размеров для более мелких деталей с такой баклажанной ручкой это белочка для работы по мокрому по сырому и карандашик для эскизов конечно же дальше есть еще вот такая большая кисточка это губка которая может заменять флейт то есть перед тем как смачивать работу полностью лист да мы иногда используем флейт но вот эта губка тоже точно также подходит что еще есть в нашем ультра боксе супер милый пакетик в котором спрятаны очень важные мелочи это клячка чем клячка отличается от стирательной резинки она более мягкая и не стирает полностью рисунок а делает на тон светлее то есть если вы сильно перетемнили карандашом когда делали эскиз можно пройти сверху клячкой и она уберет лишний тон работа станет светлая и карандаш не будет просвечиваться через акварель также есть обычная резинка если надо стереть ошибки в эскизе и белила белила нужны для того чтобы в акварели белый цвет не используется мы можем сразу просто выкинуть эту киветку не используется он потому что по сути он будет прозрачный то есть не будет иметь никакой смысловой нагрузки белые места в акварели либо оставляются изначально то есть мы используем бумагу как белый цвет либо если не получается не закрашивать либо так задумано то используем сверху белила более укрывистые и либо гуашь либо акрил либо акварель из тюбиков но в нашем случае это гуашь что тоже отлично нам подходит дальше у нас есть малярный скотч он нужен нам для того чтобы приклеивать лист работы нашей на дощечку на планшет также присутствует планшет вот он пластиковый его можно использовать как для работы по сухому так и для работы по сырому на этот пластик отлично приклеивается мокрый лист так как вот у нас марафоне были работы по сырому мы можем их писать при помощи этого пластика салфетки это незаменимый инструмент художника потому что все время она должна быть в руке все время ты промакиваешь кисть убираешь с кисти лишнюю воду поэтому салфетки очень необходимый инструмент также есть палитра для смешивания цветов и маленькие листики для выкрасочки и для пробок красок и это все вы получите в комплекте нашего ультра бокса сейчас покажу как делать выкраску акварельных красок чтобы лучше разбираться в цветах расскажу как это все происходит вот у вас есть название цветов и по такому же принципу вы себе разлинеете на листочки квадратики чтобы они занимали равное количество места и дальше переписываете цвета например там охра золотистая краплак красный синяя изумрудная сиеножженная и так далее как делается сама выкраска цвета вы убираете уже название берете сначала краску густо очень и проходите краской густо такую полосочку потом промываете хорошо кисть вытираете а салфетку набираете чистую воду и размываете эту краску чтобы видеть как цвет будет меняться когда вы в него будете добавлять воду то есть нам важен и цвет густой и цвет размытый такую операцию проделываете со всеми цветами то есть теперь берем краплак тоже наносим густую полоску промываем кисточку вытираем на салфетку мочим еще раз для этого кстати и нужна чистая вода вот что второй раз вы макали в чистую воду и водой делаете растяжку цвета чтобы видеть полный спектр того оттенка который вам может дать эта краска и и и и и и и и и Это очень удобно, удобно держать перед глазами, потому что цвета, которые в келетках, они немножко искажаются. То есть вы не видите настоящий цвет краски, особенно вы не видите, как он будет сочетаться с большим количеством воды. Поэтому такую процедуру необходимо выполнить перед тем, как приступать к рисованию именно этими красками. Если вы покупаете себе новую, каждую новую красочку делайте такую выкраску. Конечно, в идеале делать еще смеси, но это уже совсем другая история. Как минимум, можно сделать сделку и режим значительно облегчится.